В результате сокращения финансирования из республиканского бюджета несколько запланированных проектов по модернизации систем тепла и водоснабжения в Кустанайской области оказались на грани срыва. В том числе и ремонт центральной ТЭЦ в Кустанай. Деньги выделены только на то, чтобы доделать начатое. А вот новые коммунальные проекты полностью исключены из бюджета 2015 года. Для того, чтобы продолжить работу по модернизации ЖКХ, власти области совместно с коммунальными предприятиями намерены взять кредит в Европейском банке реконструкции и развития. Вышли на договоренности и подписали сегодня предварительное соглашение по выделению 3,7 миллиарда из средств Европейского банка реконструкции и не менее 1 миллиарда из республиканского бюджета. Это еще дальше будет прорабатываться. Но вообще соотношение такое, которое имеется договоренностью на уровне правительства, будет, что 60% выделяет средств Европейский банк и 40% примерно софинансирует правительство. Это деньги безвозвратные со стороны правительства, а со стороны банка они кредитные. Предложения Европейского банка власти области рассматривали в течение года. И сегодня Акимобласти и представители финансового института подписали предварительное соглашение. В результате было принято решение, что за счет заемных средств будет начато два крупных проекта. По тепловой компании реконструкция центральной ТЭЦ, по Кустанайсу, ремонтные работы систем водоснабжения и водоотведения. Условия кредитования, как отмечает Евгений Аман, более чем приемлемые. Срок погашения 13 лет, из них три года льготные. Процентная ставка не выше 10%. Три года – это тот период, в течение которого мы планируем реализовать ту инвест-программу, которую мы сделаем. В течение трех лет путем модернизации мы достигаем определенного эффекта, который затем компания сможет более устойчиво работать и свои обязательства финансовые выполнять в полной мере. Очень важное, конечно, для нас решение, поэтому, естественно, что мы тщательно его изучаем. И по шагу и все действия наши, они тоже должны быть понятны. Поэтому в сфере коммунальных наших услуг, особенно модернизация нашей ТЭЦ, которая является основной, для нас очень-очень важна. Мы видим, что у нас есть определенные потери, по теплу мы видим определенные риски, которые связаны с каждым годом. Объект наш стареет, и, соответственно, подвергает нас определенному риску. В мае планируется, что в область приедут международные консультанты, которые будут изучать, что является приоритетней в реконструкции данных объектов. И уже осенью предполагается подписать кредитный договор. Начать реконструкцию объектов коммунального хозяйства планируется в 2016 году.